добро пожаловать на второй день выставки мир охоты и рыбалки в крокусе мы вновь на стенде компании миды групп и сегодня поговорим уже про более привычную многим ловлю судака щуки других хищников застанем надеюсь андрея питерцова который уже завтра будет в дороге напал постарается вместе с дмитрием елисеевым сохранить свои текущие позиции для вас добыть новую победу ну а наши победы и достижения наши новинки сегодня в новом ролике на канале оставайтесь с нами впереди все самое интересное ну что андрей начинается новый день и хочу тебя попросить рассказать о вещах на которых стоит фирменный знак качества твоя подпись да мы ждали 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 потом прошло лето но наконец уже срок срок подходит то есть ходовые будут буквально через неделю это у нас получается под конец сентября арсенера будет примерно середина октября что сказать это две серии совместный проект с ребятами из миды вот и ходу и орсенера и наверное наверное начну с орса потому что это топ по технологиям топ по материалам на предыдущей выставке весной вы могли видеть только модели для спиннинга здесь мы еще добавили три модели в кастинге это там до 70 до 75 до 80 и так идут 110 грамм это модели под пелагику ну соответственно под кастинг можно быстро тезисно сказать что это ну все самое крутое что есть мире на данном момент и по материалам и по технологиям это м40x это т1100g это на налой по поводу ходу и но в принципе не у нас каждый раз стоит в принципе одна и та же задача мы в рамках определенной ценовой категории стараемся сделать лучшее кстати просто орсенеры не сказали 34 35 тысяч предполагаемая цена ну надеюсь она так и сохранится хэдвэй это ценовой диапазон напомни 14 до 14 15 мы укладываемся почти во всех моделях кроме двух самых тяжелых кастинговых там 16 копеечкой 14 15 ценовой диапазон много палок под пелагику много палок в кастинге много палок спиннинг в спиннинге достаточно широкая линейка и наверное ну в целом что сказать что повторюсь в этой ценовой группе офигенные характеристики удобная легкая приятная мощная с запасом ресурсная наверное отмечу еще меня удивила чувствительность то есть я бы отметил прям вот классную чувствительность прям вот прям вот не для 14 тысяч вот вот прям я бы про другой ценовой диапазон говорил когда говорил о чувствительности прям отличительная особенность хэдвэя то что в этой цене ну прям очень крутая чувствительность еще круче друзья она пожалуй только как раз в топовом проекте подписном андрея петерцова ворсенера и приятный сюрприз для вас мы действительно ожидали их 34 35 но стартует ворса там с тридцатника буквально то есть модели полегче это 30 31 тысяч в общем все для вас дорогие друзья и особенно андрей петерцов отпустив андрея к вам посетителям выставки вы мои интернет посетители остался я один но совсем рядышком на стенде где выставлены и уже знакомые привычные некоторым из вас гранд солы но посмотрите что оказывается у меня в руках это гранд сол в кастинговом исполнении друзья и конечно умы многих сейчас захватила пелагическая рыбалка но не только про нее здесь пара моделей речь про восьмерку 802 аж и модель 752 аж у меня в руках палочка до 60 грамм соответственно это и обычные привычные всем джик восьмерка классная с присущим гранд солу строем они такие злые заряженные пожестче чем солстике в среднем ну и конечно когда речь про модели в тесте до 60 до 80 грамм мы не говорим о каких-либо компромиссах это волга эта большая вода в принципе и надежда на крупный трофей конечно же появится я думаю что в течение где-то полугода ориентировочно друзья если кто-то вчера был на сцене где андрей петерцов и дмитрий иллюсеев отвечали на вопросы вот тот самый мой коллега илья бубаков который ездит с петью москалёвым на рыбалку и каждый раз вот как будто бы мимо по головлю илюх рядом с хайронами стоим расскажи что за интересные прототипчики на стенде появились я думаю что многие рыболовы уже знакомы с нашими одночасными версии не совсем правильно сказать одночасными это версии один плюс у которых бланк вынимается из рукоятки и мы решили добавить две двухчастные модели патологическую ловлю которая будет только набирать обороты и вряд ли будет снижать свою популярность это у меня в руках классные образцы 700 вот примеру 722 удочка а шаш мы пока не утвердили до конца теста и я думаю что это будет грамм до восьмидесяти и 2 742 до 110 грамм там их сашка да по моему сашка до 110 грамм я очень надеюсь что в марте мы уже начнем их продавать круто круто действительно друзья пелагика сейчас в моде двухчастное исполнение чуть более комфортабельная к перевозке совсем скоро будет вам доступно каждому спиннингу нужна приманка и уже не таких уж недавних пор мы занимаемся своей программой внутри фрапа со мной антон антонович он же эйкей эй фишерман уже постоянный участник hotspot мы кстати ждем уже совсем скоро с твоим участием новый сезон зандера да да и он будет интересным как вы успели в целом вообще понравилось принимать участие что ждешь от связал в целом понравилось принимать участие и мы выступили а как а как вы скоро все как вы узнаете буквально 13 октября премьера первой серии не пропустите антон мы рядом собственно со стендом того что ты наверняка часто используешь на рыбалках пожалуйста нашему зрителю расскажи о том что же вкусного и новенького можно здесь увидеть с удовольствием здесь стенд фрап вы видите уже много ярких цветов давайте подходим поближе и смотрим по детальнее и поподробнее из новых ярких цветов это новые расцветки гека здесь представлены модель 6 9 дюймов но также есть размер и 10 дюймов что здесь написано в общем-то цветов на самом деле гораздо больше чем вы здесь видите огромная палитра в общем цвета на любой абсолютно вкус и на любой размер помимо гека есть крашеные tricky tail в общем-то это первые крашеные приманки которые появились линейки прав в размере 8 и 10 дюймов опять же вариации цветов очень много я думаю что каждый найдет для себя именно то что надо или для своей воды для своей рыбы очень интересная штука находится в середине наши любимые слаги чего мне не хватало и то чего постоянно прошу побольше 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 есть у меня какая-то мания гигантизма и вот наконец-то появились 10 дюймовые слаги которые тоже будут фигурировать в ход споте в линейке frapp dota dart появились две крайности большие и маленькие слаги и на самом деле я не скажу что я прям такой мощный судачатник но последнее время углубился в эту ловлю и у меня так получается что у меня зачастую срабатывают либо очень большие приманки либо очень маленькие и теперь у dota dart они есть есть 6 дюймов что я считаю довольно таки маленькой приманкой для судака и 10 дюймов можно сказать мой любимый размер пойдем обойдем этот стенд я вам покажу еще кое-что здесь прям горячая новинка для меня в том числе потому что скажу честно я еще не ловилась этими приманками но если они здесь на стенде значит сто процентов этих манки ловит потому что просто так здесь ничего не появляется это очень узнаваемая форма я думаю сразу все догадаются что здесь обошлось не без геккой это читается название это гекко слаг но это не просто гека которому приделали v-образно хвост от слага это это просто узнаваемая форма но приманка это разработана можно сказать было с нуля и она соответствует вот тем правильным параметрам и тем требованиям которые мы предъявляем действительно хорошим слагом и как я сказал если эти приманки держат здесь значит они уже точно проверены и они точно будут круто ловить рыбу я надеюсь в скором времени мне тоже удастся в этом убедиться они есть в размерах семь восемь и девять дюймов и в стандартных классических цветах frapp двигаемся дальше здесь у нас frapp double croak это уже многим полюбившимся и уже известные приманки это лягухи которые придумали ребята из main target сейчас они под названием double croak от frapp в двух размерах 5,9 и 7,9 дюймов это очень классная подсадка для мыши для шаги хога но в то же время как самостоятельная приманка на тоже классно работает пусть она не очень тяжелая естественно можно догрузить но зачастую не надо делать далекие забросы для того чтобы поймать рыбу но скажу по своему опыту зачастую эта приманка провоцирует именно ту щуку которая уже всего насмотрелась и в общем то ничего не хочет эту приманку надо иметь у себя в запасе как такой ключик двигаем дальше здесь опять же можно сказать уже классика это гека от frapp но нового здесь размеры опять же линейку немножко расширили дабы удовлетворять потребностям всех рыболовов и потребностям наших любимых щук и судаков соответственно появился размер 8 с половиной дюймов и 6 дюймов а заводит меня больше всего естественно большие приманки и такая агрессивная ловля щуки в прошлом году уже были презентованы у zetrix специальные удочки для ловли на бульдоги я думаю все вы про них уже слышали до трех слайд до 450 грамм до 450 на удивление моя любимая и теперь у frapp появились приманки под эти удочки это я даже не скажу вам пока название потому что это просто прототипы вот здесь два варианта в разных цветах это новые бульдоги от frapp они пока в разработке мы над ними работаем мы их тестируем пытаемся довести их до совершенства до идеала потому как со стороны бульдог это довольно таки простая приманка но на самом деле нюансов масса не только в игре приманки но в том как приманка складывается на поклевке в том как какая плотность силикона у приманки чтобы эта приманка там не одноразовая была выдерживала много поклевок злобных щук в общем ребят форма интересная опять же вы можете найти кое-какие взаимствования у других моделей frapp и немножко работаем будут разные размеры будут естественно разные расцветки все это будет впереди поэтому следите за нашей деятельностью второй день голопом по европам пробегаемся по некоторым из новинок выставки конечно же рекомендую каждому из вас если еще есть возможность присоединиться к тем кто сюда приедет в живую пообщаться у нас у всех классное настроение рады всех видеть и так остаются еще пара дней впереди второй день подходит концу пожалуйста пишите в комментариях о чем еще интересно было бы посмотреть послушать рассказ сразу вас предупрежу у нас впереди большой обзорный ролик по более детальному обзору тех удилищ приманок лесок крючков фурнитуры всего-всего что есть здесь на стенде но выйдет такой ролик уже чуть-чуть позже а зачем я с вами прощаюсь не забывайте смотреть нас не только в ютюбе если есть какие-то трудности но и в к видео и на рутюб контент и в телеграме об этом всем выходит с напоминалками так что не потеряетесь поэтому до скорых встреч пока пока пока